Девушки отдыхают Добрый вечер, уважаемые телезрители, добрый вечер, гости города. Сегодня воскресенье. Великолепный воскресный вечер. А с нами, как всегда, на телеканале Рика ТВ новогодний эфир «Энергия удачи». И с нами наш незаменимый телеведущий Дмитрий Шишин. И вы не поверите, она не телеведущая, менеджер торгового дома «Энергия», очаровательная моя соведущая Светлана. И по совместительству еще оказалась и соседка по квартире. Вот такие вот дела случаются перед новым годом. Дима, ну не по квартире. Ну, я имею в виду по дому, да? Вот такие вот случаются, да, моменты перед новым годом. И мы хотим зарядить вас, несмотря на то, что Новый год будет чуть больше через неделю. Но, тем не менее, дорогие друзья, телеканал Рика ТВ готовит для вас массу сюрпризов. И сегодня в нашей студии участники, с которыми мы познакомимся через несколько секунд. Наш генеральный партнер «Торговый дом «Энергия»» поздравляет вас с наступающим новым 2013 годом. Слушай, а ты веришь в Деда Мороза? Верю, Дим. Что, серьезно? Серьезно. Он каждый год ко мне 31 декабря приходит. Слушай, здорово. А верят ли в Деда Мороза наши участники, которых мы приветствуем аплодисментами? Давайте, ребят, с вами познакомимся. Наверное, тоже уже ждете зимних каникул, когда они наступят, и когда вы все будете отдыхать и праздновать Новый год. Как вас зовут? Меня зовут Анна. Анна, очень приятно. Анна, Анна, вы что любите вообще? Верите в Деда Мороза? И что любите получать в подарок на Новый год? Подарок люблю получать. Нужные для меня вещи. А нужные для вас вещи это какие? Техника. Техника. Телефоны, телевизоры, мп3-плееры. Ну, нормально. Ну, нормально. Вот нынче, чем молодежь балуется. Письмо-то написали Деду Морозу? По интернету, да? Я написала письмо своей бабушке, она мой Деду Морозу. Слушайте, обращение к Деду Морозу через социальные сети YouTube или Facebook или Twitter, да? Когда говоришь, Дед Мороз, принеси мне, пожалуйста, айфон пятый, да? Как вас зовут? Меня зовут Анар, учусь в 19-й школе. На Новый год так ничего не жду. Ну, планы есть. А изменения какие-то? Ну, там девочку красивую, да? А, ну, пока нет. Пока нет, хорошо. Ну, значит, будет все. Не помеха учебы, Анар. Давайте знакомиться. Здравствуйте, меня зовут Дана. Да, ну, очень приятно. Даночка, видно, девочка такая романтичная, любит романтику. Рассказывайте. Ну, я не верю Деду Морозу, к сожалению. И изначально не верили? Изначально не верили? Раньше верила, но потом все-таки поняла, что обманывали меня. Итак, дорогие друзья, теперь ближе к теме нашей сегодняшней программы. У нас сегодня есть несколько ячеек, где мы приготовили для вас новогодние интересные вопросы. Не только для вас, но и для наших телезрителей. Давайте знакомиться. Итак, с темами. Сегодня мы будем отвечать на вопросы. Зимушка-зима, Новый год, биология, химия, музыка вокруг нас. Здесь есть мелодии, связанные с Новым годом, так и обычные мелодии, которые сейчас в горячей ротации на крупных радиостанциях. И история Казахстана. Один из вас выбирает тему, соответственно, Анна у нас первая, она и начнет. За каждый правильный ответ вы получаете деньги. Тот участник, который набирает наибольшее количество правильных вариантов, мы предлагаем ему принять в супер-игре участие и выиграть главный приз – 110 тысяч тенге. Если из вас все делают ошибку, то в игру вступают наши телезрители, которые могут звонить к нам в прямой эфир по номеру 222-333. Так что дозванивайтесь, у вас тоже есть возможность выиграть деньги. Давайте поаплодируем перед тем, как начнем. И нашу игру, ни в коем случае не стесняемся, это не сдача единого национального тестирования, это развлекательное шоу, где вы можете стать немножечко богаче и накопить себе на телефон. Анна, не слышите меня? Я вас прекрасно слышу. Выбирать телефон. Ну, мы телефон не можем, конечно, разыграть по правилам программы, но зато можем дать вам денег. За ваш интеллект. Итак, давайте, выбирайте тему. Анна выбирает тему, тема на экране. Тема Новый год. Тема Новый год. Пожалуйста, Светуля, вопрос. Какая красавица, раз в году наряжается. Ёлка. Ай, надо наживать на кнопку. Ёлка. Ёлка, совершенно верно, молодец. Аня, вот вы так могли бы ответить, пожалуйста, теперь вы, Дана. Выбирайте тему. Биология. Биология, хорошо, вопрос по биологии, внимание. Как называется домик для пчел? Аня, улей. Совершенно верно. Аня, выбирайте тему. Тема зимушка-зима. Зимушка-зима, поехали. Чему равна сумма декабря, января и февраля? Ой, в зиме. Правильно, молодец. Выбирай. Может, химию? Ну, давайте химию. Давайте химию. С химией как в школе, нормально? Нормально. Наименьшая неделимая частица элементов. Атом. Совершенно верно. Поехали, выбирая на... Музыка вокруг нас. Музыка вокруг нас. Так, слушаем музыкальную мелодию. Ребята, реакция должна быть нажимать на кнопку. Поехали. Анечка, коварина. Дальше, наверное, выбирайте. Напой, Анечка, напой нам. Какая-то песня. Новый год к нам через. Кора, все случится. Это песня, которая практически на всех корпоративах звучит уже несколько лет подряд. Отличная песня. Отличная песня. Итак, Анне, выбирайте далее. Тема биология. Биология. Вот молодец по всем темам. Какой кустарник является сырьем для получения сердечных препаратов? Этот. Так, так, Анне, Аня, давай, давай. Ребина. 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 Ребина? Нет, ребята. Бояршник. Еще раз. Бояршник. Бояршник, совершенно верно, молодец. Совершенно верно. Да, Анна, выбирайте тему. История Казахстана. История Казахстана, отлично. Где был найден золотой человек? В Амутинской области. В Южном Казахстане. Где именно? Около Алматы. Так, так, ближе. Девочки, есть варианты? Аня, Адана? А вообще нет. Так. Где же вы? Простите, мне это длина Пахомовна. Да, точно, пустите. Ребята, какой курган? Кто нажмет? Нажимаем на кнопку. Амутинский куран? Нет, нет. Уважаемые телезрители, если вы знаете, где был найден золотой человек, позвоните к нам в прямой эфир и ответьте на вопрос. Добрый вечер. Здравствуйте. Говорите, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. С наступающим вас. Как вас зовут? Спасибо вас, Ашзима. Гульмира. Гульмира, очень приятно. Итак, Гульмир, скажите, а где был найден золотой человек? Где что? Где был найден золотой человек? Бывает. В Дубае? Хорошо, вы его отдохнули в Дубае, Гульмирочка. Спасибо за телефонный звонок. В Дубае был найден золотой человек, а вот на самом деле он был найден в Иссыкском кургане. Вот, ребят, мы же знали, а? Знали. Ну, хорошо, переход хода, так как у нас не ответили на вопрос, Аня, возвращаемся к вам. Аня у нас не ответила, тогда давайте вы... А, да, я не ответила. Аня, выбирайте. Прекрасно. Прекрасно. Музыка вокруг нас. Вот мне нравятся такие ученики, которые приходят, и от них вот энергия прям идет, правильно. Тема? Музыка вокруг нас. Музыка, поехали. Музыка, поехали. Музыка. А дайте нам послушать песенку, а? Время у нас есть еще? Часики идут, настрелки носики бегут, стрелки. Итак, дорогие друзья, есть у нас еще время для того, чтобы заработать денег. Пожалуйста, Аня, выбирайте тему. Зимушка-зима. Зимушка-зима. Зачем зима наступает? Зачем? За Новым годом? Нет. Тихо, все. Максим. Ну, молодец, браво. Все нормально, молодец. Да, выбирай систему. Быстренько. Химия. Химия. Вопрос по химии. Как называют соли серной кислоты? Соль серной кислоты. Бр, бь, 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 бь. Су? Сульфи. Ну, называют сульфатой. Совершенно верно, молодец. Ладно, засчитаем. Анар так переживает. Ну, конечно, из-за таких двух красавиц стоит, да? Еще. А какую чем-то может идти речь? А перед Новым годом? Поехали, выбирай тему. Давайте биологию. Вопрос по биологии. Итак, какой... Как название какого лекарственного растения, простите, в переводе с греческого означает здоровье? Я сделаю вам подсказку. От этого растения у многих аллергия. Оно очень горькое. Да. Название какого лекарственного растения в переводе с греческого означает здоровье? Совершенно верно, молодец. Давайте, Дана. Давайте, музыка вокруг нас. Музыка вокруг нас. Она сегодня новогодняя песня, и Дана обещала даже станцевать, если наугадает. Я пошутил. Поехали. Реально. Браво, молодец. Браво, молодец. Я не обещала. Нет, нет, нет. Хорошо, ладно. Выбирайте тему. Зимушка-зима. Зимушка-зима. Поехали. Какой месяц, согласно русской пословице, годы начала, а зиме середина? Январь. Январь. Совершенно верно. Анюта, выбирайте. История Казахстана. История Казахстана. Хороший выбор. В каком году началось присоединение Казахстана к России? В каком году? Да. Казахстана к России? Да. Ну, как, образование Минсоветского Союза или как? Ребята, внимание, вопрос. В каком году началось присоединение Казахстана к России? Это школьная программа, восьмой класс. О, боже. Нам бы десятый вспомнить. Нам бы десятый вспомнить. Есть варианты? Тысяча восемьсот там, наверное. Нет. Тысяча девятьсот? Нет. Я представляю, как сейчас... Тысяча семьсот. И Новый год у нас какого числа? Тричьсот тридцать первых. Совершенно верно. А, молодец. Поехали дальше. Не без вашей помощи. Давайте. Новый год. Новый год. Новый год. Мы все скоро будем его праздновать. Какая страна является исторической родиной рождественской, а потом новогодней елки? Германия. Дана, выбирайте еще раз тему. Зимушка-зима. Зимушка-зима. Поехали. Назовите зимний синоним глагола поколотить. Поколотить? Да. Поколотить. Побить. А, синоним поколотить. А еще бывает такое слово, сейчас такой жаргон. Да. Ну, когда побьют. Подколоть? Нет, нет, нет. Нет. Лана, Дана. Как еще говорить? Я тебе так сейчас? Метель. От метелью. Ну, нажимаем на кнопку. От метелью. Совершенно верно. Молодец. Итак, дорогие друзья, настало время узнать, кто с вами сыграет в супер игре. Мы сейчас прерываемся для того, чтобы посчитать, кто из вас сколько заработал в нашей предновогодней программе в проекте «Энергия и удачи». Оставайтесь вместе с нами, потому что главный приз может достаться и вам. С наступающим, дорогие друзья, вас с 2013 годом. Наши участники сегодня проявили себя на все 100% и отвечали они довольно неплохо. А вот результаты нашего сегодняшнего эфира. Итак, мы посчитали чужих деньги. Что делать не рекомендуют. Да. Анна у нас сегодня выиграла. Заработала 3000 тенге. Мамая. Анар – 1500 тенге. Браво. И Дана – 3000 тенге. Слушайте, ну на маленькие презенты своим родителям вы уже заработали, ребят. Прекрасное слово. Итак, у нас ситуация. Аня и Дана у нас набирают по 3000 тенге. Зарабатывают. Они набрали и правильно ответили каждое на 6 вопросов. По правилам нашей программы только один может играть в суперигру. Сейчас мы задаем вам вопрос по нашей сегодняшней теме Новый год. Кто быстрее из вас нажмет на кнопку, тот и будет играть в суперигре. Но вы можете отказаться и все деньги забрать, которые вы заработали. Итак, вопрос. Как называется новогодний двуличный бал? Маскарад. Совершенно верно. Аня, теперь мы предлагаем. У тебя сейчас на счету 3500 тенге. Ты готова увеличить эту сумму до 10? Но имею в виду, если ты неправильно отвечаешь на вопрос суперигры, то сумма вся сгорает. Я согласна. Будем играть? Да. Кто не рискует, тот не пьет новогоднего шампанского. Итак, дорогие друзья, мы попросим сейчас позвонить телезрителя, который выберет для нашей сегодняшней участницы, которая конкретно сказала, что она будет играть, тему из шести перечисленных. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый-добрый. Тамара, да? Да. Тамара. Тамара, ну все, помогайте. Здравствуйте, Анютки. Вот у нас тема, пожалуйста, на экране. Зимушка-зима, Новый год, биология, химия, музыка вокруг нас, история Казахстана. Если она неправильно ответит, тогда вы будете отвечать и, возможно, выиграете 10 тысяч. Биологию, наверное, давайте. Еще раз. Биологию. Вопрос по биологии. Анют, ровно одна минута у тебя будет, но если сразу знаешь ответ, можешь ответить. Итак, это птица, однофамилица с великим русским писателем. Это птица, Анют, однофамилица с великим русским писателем. Время пошло. Ровно одна минута, Анют. Подумай, хорошо. Это птица. Я хотел подсказать. Камеры везде. Так, так, так. Да вот ты хорошего знаешь. Честное слово я тебе говорю. Света. А еще у него есть потрясающая работа. Я очень люблю фильм. Именно он написал одну из таких предновогодних историй. Там есть герой Вакула, Оксана. Загадочная история. И есть тот один из героев, который глазами помещал себе в рот вареники. О, Господи, я даже не знаю такое произведение. Знаете, знаете. Вечера. Вечера на кутере близдиканьки это делает? Я о нем-то и говорю вам. Он-то и написал это произведение. О ком мы сейчас говорим. Итак, Анют, ваш ответ. Десять тысяч в тенге и три с половиной. У вас просто может сейчас все сгореть. Это? Го? Тихо, рассказывай. Позвольте. Господи, как это написано. Александр, Николай Васильевич Горголь, он-то и написал. Сходите в театр, там паночку показывают. Боже, мне ужасно стыдно. Ну что ж, дорогие друзья, поздравляем Анюта вас и вас. А мы попросим Анне вас остаться. Почему? Потому что через несколько секунд мы проведем розыгрыш среди покупателей торгового дома «Энергия». И теперь удачу будет, конечно же, определять Анна, которая вытянет счастливый билет. Не переключайтесь. Все только начинается. Новогодний день. Новогодний день. Каждую неделю мы проводим розыгрыш среди покупателей торгового дома «Энергия». Сегодня не исключение, потому что в преддверии Нового года хотелось бы всем нашим телезрителям и покупателям сделать хорошие призы. Итак, это наш шар, аккуратно его, в котором помещены все отрывные купоны покупателей этой недели. Сейчас мы их помещаем в лототрон, а Аня должна будет определить одного из победителей. Только один примет участие. У меня всегда страх, что этот шар может упасть. Так, еще один купончик. Вот. Обратите внимание, что здесь все пусто, все честно и все происходит в прямом эфире. Анют, вращай барабан. Давайте и будем узнавать, кто же победит на этой неделе в акции среди покупателей торгового дома «Энергия». Открываем. Хорошо перемешиваем. Все. Стоп. Открываем быстренько. Так, 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 так. Итак, победителем на этой неделе среди покупателей торгового дома «Энергия» становится человек с купоном, и у которого на купоне следующие цифры. Это 009833. 009833. Уже завтра вы, уважаемый или уважаемая, можете получить свой подарок в торговом доме «Энергия» по адресу... Сангибай Батыра, 72. Ну что ж. В красном магазине. Анют, поздравляем тебя, всех твоих одноклассников, учителей и других ребят. Это Анар и, конечно же, Дану, которые сегодня приняли участие в нашем проекте. Мы, дорогие друзья, хотим вам пожелать, чтобы вы в новом году исполняли все ваши желания. И главное, берегите свое здоровье. Увидимся уже в новом 2013 году, 6 января в 19.20 на телеканале Рико ТВ, где вновь будем проверять и выигрывать деньги с нашими участниками, которые еженедельно приходят в нашу красно-белую студию. Светуль, тебя тоже с праздником. Весь коллектив «Энергии» с новым наступающим 2013. Дорогие друзья, побольше вам покупателей и побольше вам клиентов. До встречи, дорогие друзья, на Рико ТВ. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин